Доброе утро! Начинаем новый день с телеканалом Катунь24. Меня зовут Егор Матаев. Как всегда, начнем выпуск новостей с главных тем. Цены на недвижимость будут падать из-за низкого спроса, так считают федеральные эксперты. Причина – слишком высокий процент ставки по ипотеке и низкой платежеспособности населения. В Рубцовске возрождают патриотическое воспитание. Там работает молодежная секция «Солдаты России». Чем занимаются участники? Очередную серию магнитных бурь ожидают ученые на этой неделе. По прогнозам, они продлятся вплоть до конца месяца. Цены на недвижимость будут падать из-за низкого спроса, сообщает Алтайский портал недвижимости. В октябре Банк России в очередной раз поднял ключевую ставку сразу на 2 пункта до 15%. Решение ЦБ отразилось на рынке недвижимости, считают федеральные эксперты. Они указывают, что в ближайшее время прогнозируется изменение стоимости жилья. Возможности россиян ограничены, а позволить себе взять ипотеку под большой процент с платежом в 50 тысяч рублей мало кто может. По мнению специалистов, в ближайшей перспективе будет падать спрос на вторичное жилье. Соответственно, продавцы какое-то время будут держать цены. А затем начнется борьба за покупателей за счет снижения стоимости квартир. Добавлю, спрос на покупку вторички по России сократился на 2,3% по отношению к октябрю 2022-го и на 15,3% к августу 2023-го. Просмотр объявлений на площадках упал на 15-20% от максимума в конца лета этого года. И к другим темам. На одной из улиц села Старо-Белокуриха Алтайского района провели освещение. Это стало возможным благодаря проекту поддержки местных инициатив. Жители населенного пункта оценили благоустройство. Жизнь в селе с каждым днем становится комфортней. Асфальтируют дороги, проводят освещение. На благоустройство могут повлиять жители. В Алтайском крае успешно работает проект поддержки местных инициатив. Так в октябре в селе Старо-Белокуриха Алтайского района на одной из улиц провели освещение. Объект выбрали сами сельчане. Теперь они добираются по утрам на работу по освещенной дороге. Нина Воротнева уже 9 лет работает в Старо-Белокурихинской школе поваром. Раньше она ходила по улице с фонариком. И за дня в день хожу на работу. Утрами к 6.30, конечно, темно, страшно, особенно по мосту идти. Я живу по Заречной 6, и вот, наконец, мы дождались освещения. Это чудо! Теперь я хожу без фонарика. И мне не страшно, это здорово. Вот иду, как будто по центральной улице. Вообще классно. Мы очень рады. На монтаж уличного освещения в этом году по ППМИ ушло свыше 1,2 млн рублей. Из них больше 900 – краевые средства. Проект на населенных пунктах Алтайского района реализуется не первый год. Шикарно, когда есть хорошая дорога и освещение. Вот эти четыре улицы сегодня закончены, как бы считается. Дальше мы мечтаем о том, чтобы остальные улицы, также у нас были отсыпаны дороги и сделано было освещение. У нас очень идет бурное строительство жилых домов. Молодежь возвращается домой, потому что комфортность проживания лучше с каждым годом. Благодаря проекту поддержки местных инициатив решаются эти проблемы местного значения. В Старобелокурихе на отремонтированных улицах появляются новые дома. Многие жители продолжают строительство. Так Иван Когородов живет здесь 6 лет. Возводит себе дом. Он строитель. В планах перевезти в Старобелокуриху еще и родственников. Чисто случайно приехали помочь картошку покупать. Ну и в общем, мне понравилась эта местность. Понравилось то, что глава сельского совета смотрит за деревней. Оцыпали дороги, сделали. Сделали освещение. То есть, сделали водоотведение. То есть, в принципе, как бы все, что необходимо, это делается. И в будущем, я думаю, что еще будет больше процветать. Не только в Старобелокурихе работает проект. В соседнем поселке Даниловка в прошлом году тоже провели освещение. Его монтаж обошелся почти в миллион рублей. Из них больше 700 тысяч – краевые средства. На этой уже освещенной улице больше семи лет дом и своя пасека у Максима Волынкина. Отсыпали дороги, которых, к сожалению, до этого не было времени. То есть, мы могли только в летом, в сухую погоду сюда попасть. А в зимний период, как бы и весна-осень, когда распутится грязь, то есть, ну, невозможно было проехать только на такой серьезно подготовленной технике. То есть, мы вот сначала отсыпали, потом развели освещение, что теперь можно и ночью гулять спокойно. Таким образом, проект поддержки местных инициатив влияет и на объемы застройки, повышается численность населения, развивается транспортная инфраструктура. Всего в Алтайском районе за 7 лет работы ППМИ отремонтировано 45 различных объектов. Алина Пенигина, Илья Алексеев. Новости. Юных героев готовят в Алтайском крае. Так работает молодежная военно-патриотическая секция «Солдаты России». Дарья Эндерс познакомилась с ее участниками и организаторами. Молодежная военно-патриотическая секция «Солдаты России» работает в Рубцовске с 2020 года. Ее основатель – ветеран уголовной исполнительной системы, майор внутренней службы в отставке Владимир Мурашов. Он – офицер в третьем поколении. Сейчас преподает ОБЖ в Рубцовском аграрно-промышленном техникуме. Возрождение патриотического воспитания для него – дело принципиальной важности. Много видеосюжетов стали появляться ранее о том, как одноклассники толпой, допустим, избивают своего же одноклассника, то есть либо унижают его. Далее – неуважительное отношение к пенсионному возрасту, к пенсионерам. Также употребление того же пива, употребление либо сбыт этих наркотических веществ. Как правило, это занимается в основном молодежь, которая немножко, видать, недопонимает. И решил создать эту секцию. Сейчас здесь занимается около 20 человек. Все – студенты Рубцовского аграрно-промышленного техникума. Как правило, это студенты младших курсов. Они обучаются основам рукопашного боя, изучают материальную часть оружия, знакомятся с военной топографией, строевой, медицинской и инженерной технической подготовкой. Но и на этом занятия не заканчиваются. К нам на секции приходят сотрудники спецназа «ВСИН» по Алтайскому краю, проводят лекции. Недавно проводили лекцию о вреде наркотиков и их последствиях. И планируем по средам ходить к ним на самооборону. Большую часть времени студенты уделяют в том числе и волонтерской деятельности. Оказывают помощь ветеранам войны и труженикам тыла, ветеранам и пенсионерам исправительных учреждений, а также организовывают мероприятия и участвуют в конкурсах. Они не только вносят флаг, принимают участие в различных соревнованиях, но на них ориентируется большая часть студентов техникума. То есть, когда видят образованного умного человека в форме из своих же коллег-студентов, то студенты, мне кажется, больше воспринимают ту же гражданскую ответственность, ту же патриотическое воспитание. Записаться в секцию может любой желающий. Руководитель не будет учитывать наличие плохих привычек или низкой успеваемости. Главное – желание. Дарья Эндерс, Новости. И к новостям о погоде. Зима, наконец, постепенно наступает в Алтайском крае. По данным синоптиков, на этой неделе будет в основном минусовая температура. Отметка термометра будет ниже нуля до четверга, от минус 7 до минус 1. А в пятницу температура поднимется до плюс 2, плюс 4. Также синоптики прогнозируют снег. Осадки можно ждать в первой половине недели, а 25 ноября возможен дождь. В выходные, дневные и ночные температуры будут варьироваться от минус 2 градусов до плюс 3. Очередная серия магнитных бурь накроет планету на этой неделе. Первую ученые ожидают завтра, 22 ноября. По степени интенсивности ее уровень классифицируют как G1. Она продлится весь день. В этот день возможно появление головной боли, слабости, снижение внимания и сонливости. В зоне риска метеочувствительные люди и те, кто страдает хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы и перепадами давления. Добавлю, на этой неделе земля пройдет через самую длительную в этом году серию геомагнитных возмущений. Магнитные колебания прогнозируют каждый день до конца ноября. Также напомню, мощная магнитная буря обрушилась на Землю 5 ноября. Выброс потока плазмы оказался настолько сильным, что жители некоторых регионов, в том числе нашего, наблюдали в небе северное сияние. Специалисты не исключают, что подобное может повториться вновь. К этому часу у меня пока все. До встречи в эфире телеканала Катунь-24.